всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут Юля я вот вам сразу показываю ниточку Ukrainian Semper от West Nidr Юлочка большое тебе привет если можешь смотреть короче говоря с 19 июня я нет июля я не вышивала Semper потому что у меня закончился 817 цвет это красный цвет это не тот на который я показываю пальцем и даже не эта нитка красный цвет вот вы видите вот этот 817 вот то что подобрано это сделано не я сама придумала это хочу поблагодарить девочку с фейсбука я писала что у нас по-моему в группе многоцветки что не могу у нас там есть день один когда мы можем немного цветками хвастаться другими своими проектами я написал что я бы похвасталась но у меня в общем закончились нитки нечем и она мне написала что посмотри 349 цвет его нитки не было тоже вот сегодня сходила наш с любой бесерстори любимый магазинчик на дисне в общем кто местный в киеве тот знает на левом берегу дисна короче значит вот 349 номер и я его точить у меня тут был прикол у меня не было выше то вот это смотрите издалека вроде она как бы похоже очень похоже ну есть отличие но очень близко допустим я думала 321 взять нет нет он не подходит он сразу винка такой идет 666 нигде нету в магазинах даже dmc мне тоже не оказалось хотя я думаю что есть но в общем короче неважно значит что у меня было у меня здесь был не закончен секундочку магнит не закончен вот этот элемент но зато было вот здесь выше там и все нитки закончились что я сделала я под распорола вот здесь под распустила правильным буду сказать я распустила нитку вышла здесь и все новым цветами заполнила вот этот фрагмент и обшила вот все вот здесь кстати вот здесь 800 17 здесь 349 расстроены ли я тем что у меня такие калузусы с нитками нет 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 почему потому что люда вообще вышивает свой вариант свой экземпляр сэмплера нитками ручного крышения очень близкими к нужным нам оттенком и благодаря такому вдохновению я не сильно расстроилась конечно я хотела бы и готова даже не то что готова я побегала поискал этот цвет к сожалению нигде не оказалось так значит я вышел вот этот фрагмент вот это добавила вот этот добавила добавила вот этот фрагмент обратите внимание у меня тут колоски три ровных и первый неровный я решала как его делать и даже разные стежки но решила все так и оставить пусть будет наша жизнь не идеально здесь тоже новый цвет пусть я вышла сначала вот это вот все кроме красного цвета и синего и оставила этой части тут ничего не надо было это все кто-то полностью элемент сделала потом есть вот такая замечательная я бы сказала снежинка она должна заинтересовать эту девушку кто там себе сугроб вышивает кто смотрит и в теме тот знает и вот я сейчас сидела вот вышивала вышивала хотела я сегодня снять видосик вышивка сэмплера украинский сэмплер техно украинский мови и я поняла а чем как мне снимать но выход я нашла раньше у меня был самсунг который мне пришлось отдать в сфере того что из-за военных действий у моего сёкра разбился телефон в общем я отдала свой старый значит я решила что завтра мне надо просто отжать на время у славика его айфон и сего айфона быстро перекинуть себе на мак ну то есть смысле не надо ничего такого там делать короче я буду использовать два айфона теперь когда снимать этот сэмплер на данный момент у меня готова если я не ошибаюсь 82 процента вот так это все выглядит напомню там сверху есть еще элементы и я их не вышивала не вышивала потому что я решила здесь закончить а потом я уже буду заканчивать поднимусь туда и решил что там с буквами делать каким цветом их делать даже каким цветом их делать раз мне придется их уменьшать то и цвет я могу тоже менять но это еще не точная информация короче говоря вот так все получилось все идет легко просто за вечер я вышла 600 но я ходила гулять ну как гулять я вышла потом выдушная тревога я шла пешком потому что транспорт не ездит по соображениям безопасности у меня не хватило одной остановки но мне повезло что трамвай проехал три остановки это сумбурно но в общем не поняли значит просто мне пришлось выйти там на малышка идти на черниговскую я тупо паре по рельсам шла потому что с двух сторон активная дорога по три или четыре полосы я точно не помню короче там такое вот я дошла и мы еще посидели где-то полчаса подождали пока закончится воздушная тревога пошли куда мы собирались пойти то есть нас уже впускали и отлично провели время после я пришла продолжила вышивать и вот такой вот фрагмент у меня получился конечно если бы я никуда не уходила на три часа то у меня бы нормально было количество но пока нету на этом я буду заканчивать пока что и до следующего включения новое включение так сегодня уже 9 августа девчонки мальчишки я в общем то на 93 процентах но смотрите покажу вот этот элемент готов здесь все готово ты он не показывала этот я сделала очень такой интересный конечно же и знаете что случилось снова 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 короче говоря у меня закончился 349 номер ниток перри я напомню что я его поменяла вместо 817 короче моток закончен я вам покажу вот все обрезки с этого цвета видите там вот есть бирка немного марсика короче говоря ну что мне опять бежать другой край край воскресенье за одним мотком так и мне там надо буквально крестиков 500 короче я решила это же сэмплер ну что я буду бегать короче говоря я взяла 321 уходим на уменьшение и вот я начала им вышивать скорее всего что вам не будет сразу видно разница красный да и красный но поверьте мне это другой красный абсолютно сейчас и вот я вам покажу думаю разницу вы видите он немного красней но я не знаю как вам объяснить но чуть-чуть другой да он из красный в чем плюс плюс в том что не было как в прошлый раз в прошлый раз я напомню ну типа у меня какая-то такая розеточка была сделана и не хватало там вот такой части небольшой я забирала отсюда нитки и вставляла сюда чтобы закончить элемент здесь до распускала все и полностью новым цветом красным шла здесь у меня все отлично я закончила все элементы и как бы мне нужны новые элементы красные и поэтому я вот так вот решила ну что реально я смогу сегодня закончить этот сэмплер пока я буду ждать ну в смысле ждать пока я дойду до того магазина ну короче не то чтобы не люблю гулять по улице я люблю но прям туда ходить обратно ходить ну может быть если бы там как-то асфальт был покрасивее или еще что-то покрасивее короче не хочу туда идти снова поэтому я решила что тут будет новый элемент тут такие будут тут лепесточек красный здесь лепесточек тут что-то внизу еще будет какая-то такая удлиненная розетка он будет еще здесь типа такого фрагмента но я точно не помню поскольку у меня сама находится на телефоне которым я вам сейчас снимаю то схему я смогу вам поставить где-то сбоку давайте пусть будет тут вот сбоку на попробую я еще не помню вставлять фотки в своем новом в новой программе в общем ну как я могу успеть все вышить если у меня заканчивается все время нитки короче говоря хорошо что это сэмпер поэтому не буду никуда бегать выше чем есть это у меня нитки кстати схс они у меня были куплены на какой-то другой видите тут буква т я так подозреваю да и вот это 321 номер нитки схс они давно лежат у меня в запасниках ковылица то есть мне тут какой-то проект это уже после проекта рассортировка было думаю вот этого мне точно должно хватить если еще и это закончится я не успею но это будет полный трешняк полный так что вот так вот до следующего включения надеюсь она будет финишным держите за меня кулачки всем привет заключительная часть по 1 по 1 так сказать части первому сэмплером украинен сэмплер от west midr это автор схемы ссылочки я все оставлю вообще мне было идея девочки рассказать вам где какая часть находится какие регионы какой знак у нас занимает тут очень много некоторые знаки занимают буквально два три знака могут представлять один район одну область и даже я не знаю как вам объяснить я точно помню что украина делилась так на три основные пояса которые разделяли всю украину то есть полесье еще там какое-то еще вообще эта программа 8 класса поскольку мне 39 лет я честно говоря не гуглила эту тему но и точно я знаю что у нас есть не просто областное потому что область у нас сменялись раньше было больше у нас теперь их меньше не потому что крым типа на время отъехал да потому что есть географические еще позиции и мне кажется что когда люда составляла этот сэмплер она ориентировалась больше на это потому что есть такие названия есть такие названия сейчас вам скажу допустим тернопиля то есть тернопиля это не сам тернополь и тернопольская область то есть город вот а то есть получается что есть такое как бы небольшой угол дальше у нас есть еще такое типа как харьковщина это не только город харьков но это являются определенная часть еще территория которая вокруг харькова находится но это не означает что это только харьковская область дальше у нас есть такое интересное ривенске полиция то есть это означает что это не только около город ровно или ривна которая есть в украине да и не только в область а что это географическая отметка поэтому лучшее вам вставлю фотографию вы сможете прочитать и вот как все получилось я вам поближе все показываю я вам говорила что у меня закончился 349 цвет значит вот это 349 а это 817 цвет вот возможно будет разница видно еще вот здесь здесь 817 здесь 349 но так выглядит работа здесь тоже по моему есть разница в этих цветах или нет я уже как бы нет вот это все 817 вот это а вот здесь уже 349 точно помню вот здесь уже выполнено все это вам рассказывал в предыдущем варианте и вот здесь 817 но матка 349 цвета не помогло мне то есть надо было идти еще за одним честно говоря я не люблю такие движения все время должна бегать какими-то нитками и что я решила я решила сменить еще ввести еще один да бог любит троицу давайте к этому будем ссылаться я добавилась еще сюда еще один красный цвет вот только проблема в том что я забыла какой конкретно этот цвет был но я уверена что в предыдущей части я вам рассказала какой-то цвет я вот выполнила здесь и вот эту часть хочу остановиться на этой части потому что когда я вышивала именно вот этот фрагмент без этих звездочек для меня сочетание цветов и не потому что я зеленый поменял как вы помните да то есть для меня открылась наверно 3 3 глаз что называется так мой бога и ну в общем мы всех сюда да значит я поняла почему люто любит сэмперы или примитивную вышивку ну в простонародье это называется как у нас вышивача что это примитивная вышивка почему потому что это составляющие из нескольких элементов которые вышиваются одним или несколькими цветами и как раз вот на этом фрагменте я поняла почему она любит именно примитивную вышивку почему она в ее сердце занимает отдельный кусочек не знаю вот сочетание вот это вот как-то но вот именно вот это значок я его когда выполнила для меня это вот давайте еще поближе покажу ну для меня это было как бы супер я поняла почему она любит красиво очень мне очень понравилось и по сути вот как я вам сейчас в этом размере показываю ведь мои глаза когда я вышиваю видит именно этот фрагмент не все что там вокруг и вот конечно же еще фрагменты которые тоже меня восхитили ясное дело но тут не так все было интересно вот этот элемент мне тоже понравился очень красивое сочетание и вот здесь вот тоже красный цвет также вы наверное заметили что я не вышла инициалы которые люто нам с вами как бы предусмотрела по сути что нужно было бы мне сделать под распустить вот эту этот фрагмент и хотя бы букву и вышить но я решила пока не спешить пока не спешить ведь будь еще новые части сэмплера как минимум две или три это еще не точная информация потому что данный сэмплер не взял все области и географические положения украины а это означает что продолжение будет чем я очень рада и конечно же буду участвовать в этом хочу сказать что 31 до 31 августа 31 серпня закрывается первый этап отшива этого сэмплера хочу также вам напомнить что сэмплер распространяется бесплатно для всех вышивающих которые живут в украине являются украинками если же вы не являетесь правообладателем паспорта нашего вы можете приобрести схему улюты все условия описаны у нее в посте ссылочку я оставлю то есть данная схема доступна для всех пользователей вне украины так значит я решила оставить этот фрагмент до следующего раза честно говоря у меня была идея прорисовать самостоятельно герб украины и вышить его возможно блендом из синего и желтого цвета пока у меня такая даже есть идея большая хорошая но я решила все-таки посмотреть что будет дальше какие будут дальше сэмплеры я очень довольна тем что я поучаствовала в этом прекрасном проекте я рекомендую всем 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 кто еще не принял участие хотя еще таких очень мало пожалуйста принимайте участие поддерживать себя нас и всю нашу страну вышитыми работами также я предложила нашему организатору выставки которая должна пройти осенью что я и эту работу могу дать на участие на сказал что она записала если будет возможность то она конечно же ее возьмет чему я буду очень и очень рада хочу напомнить что где-то начале сентября может быть в конце сентября точно сюда ты не известно у нас будет проходить выставка в украине это будет город и львов точно город киев к сожалению харьков наверное придется отменить потому что очень большие бомбежки идут города к сожалению и там нету возможности провести то есть я знаю что будет львов что будет киев какие будут еще по моему хмельницкий еще вроде как намечался но это не точная информация если у вас есть какие-то подвязки знакомства с людьми из государственных музеев которых с которыми можно договориться о выставке таких работ пишите пожалуйста в комментариях я все передам организатор данной выставки и даже таким способом вы сможете не только поучаствовать в организации выставки но и принять активное участие а именно прийти и посмотреть на красоту которая вышлась за время войны нападение россии на украину ну не будем а грустно я рада что у нас есть такие дизайнеры как людо жаль что думаю что эта мысль воплощение этого сэмплера у меня летала голове давным-давно но жаль что как раз катализатором реализации данного проекта стала война но не бывает худо без добра что называется или наоборот поэтому я очень рада что у нас появилась такая прекрасная тема и с большим-большим нетерпением жду новым новый сэмплер посмотрим будет ли там киевская область может быть киев киевщина до посмотрим будет или нет но я очень рада что у меня есть такой прекрасный сэмплер и что у меня есть возможность благодаря людям обновить свой новый не новый а плейлист который создан у меня давно это сэмплер квакер называется он если я не ошибаюсь куда это видео тоже будет занесено ну и в конце я хочу вам показать небольшой видосик как мы ходили с сэмплером гулять в парк да он там полежал на траве на него капал дождь так что он максимально украинский я благодарю вас за то что вы уделили внимание моему видео поставьте пожалуйста лайк не забывайте что на канале есть спонсорская поддержка становитесь спонсорами а я буду очень рада что у меня есть особые зрители что я кому-нибудь интересно и в таком формате ну а я буду прощаться желаю вам хорошего настроения мирного неба над головой пожалуйста не игры и не игнорируйте воздушные тревоги не обижайтесь на ограничения которые вводит правительство ведь это хотя бы какая-то примитивная забота у нас с вами я желаю всем быть здоровыми чтобы ваши близкие оставались с вами вместе и до новых встреч на моем канале всем пока и